Вы сейчас являетесь игроком Чилмета, но в вашей карьере было выступление за команду ЛАДО. Понятно, что матчи против бывших команд всегда принципиальные, а вот то, что на свежем воздухе и при таком стечении публики, какой-то дополнительный для вас будет стимул обыграть? Тем более, у вас фаранец-вальсков сейчас, как сказал Станислав Иванович. Ну, конечно, вы поняли, что это будет неприятно. Бывший командец, я считаю, что это будет праздник. А какую задачу вы для себя, наверное, считаете? Забить гол там или, может быть, развлечь публику? Выиграть это же. Гораза шесть точков у нас получается. Все, Владимир, стажировки. Виталий Заворин, сайт спортурала. Вопрос Герману Петружу Викторовичу. На сайте НСЛ недавно появилась информация, согласно которой общая затрата на проведение «Зимней классики», у них отдаяло 10 миллионов долларов, и в этом 30 миллионов долларов, они заработали. У нас в России нечто подобное можно как-то переводить с цифрами. Здесь, наверное, убыточные, да, вот это плачет. И как? Знаете, чтобы получить прибыль в любой бизнесе, нужно вначале что-то вложить, да. Вначале нужно подготовить болельщиков, да, людей, народ. Поменять менталитет, что спорт должен зарабатывать. И одна из наших целей и задач, конечно, выйти все-таки на, не только на самоокупаемость, но еще и на прибыль. Для этого нужны очень много составляющих. Составляющих в плане платежеспособности нашего населения, которые могли бы купить дорогой билет, чтобы мы не оттолкнули от этого зрелища ценой, этого билета, да, создать должную инфраструктуру, чтобы на стадионе было сделано для болельщиков все, чему сегодня и стремятся эти три лиги, КХЛ, КХЛ, МХЛ, да, чтобы и сосиски были, и покушать можно было, и распекаловка была, чтобы это был действительно продукт, который будет востребован. Мы к этому потихонечку и движемся. И я думаю, да, конечно, нам далеко еще, да, до стадиона Мичиган и получения таких прибыли. И далеко еще от того, что в спорте законы, в Америке и в Канаде работают законы бизнеса, да, а у нас пока это социальная составляющая. Идея есть в проведении русской классики, и одна из главных целей, это вот прийти к тому, чтобы наши мероприятия были окупаемыми, конечно. Спасибо, Георгиевич. Вопрос к Микераму. Давай, давай. Стадион вмещает 15 тысяч болельщиков, и судя по тому, по продажам он будет полный. Вам когда вам приходилось играть при такой аудитории? Ну как, сразу-то и не вспомнить. Вот вспоминается, когда за вот на клипе я выступал еще, мне играли в СКА в Санкт-Петербурге, но там, говорят, смещают 12 каких-то зрителей. Так что, скажу, что не приходилось. Какого-то волнения наполнительного нет, потому что только на рову будет. Да и нет. Алисей Микушин, Антон СКОКАДО, сельский спорт. Борис Михайлович, вопрос. Вот 62-й год вы сказали, да? В Челябинске вы играли. Поподробнее, что это был за матч, что за погода была. А вы сами-то были. Я еще не родился. Расскажите детям. Вы даже не знаете, где этот стадион-то был. Здесь какой-то институт в Челябинске. Вы расскажите подробнее, что за матч был, что, как, как, как. Там сейчас дом стоит. Хороший? Живой, людный. А что рассказывать-то? Ну, я по-самому приехал сюда за команду «Авангард» города Саранду. Мне было, ну, где-то, 18-летняя. Ну, подходила, подходила. Ну, вот в Челябинске было 4 команды. 7 в Косвозове, трактор, металлург и, кажется, еще труб прокатного завода. Ну, я не помню, я знаю. Вот команда. Одна команда играла в вышке, а мы в группе «Б». Вот мы там играли. «Мороз» 25. Добирали, знаете, техничный, это, как вот, наверное, в институте, это, как вот, техничка была такая. Ну, 20 человек, вот, техничка. Раз, чтобы не играли. Чтобы на бледенах не надо. Ну, играли, проиграли, правда. Обыграли. Ну, команда неплохая была. Там много, ну, кандидатов в трактор, там, по договору, что он. Приехали утром, жили в общаге, прям в институте. Ну, ладно. Ну, вот и все. Приехали, проиграли и уехали. Все нормально, никаких проблем. Зато, знаешь, снег, это, лед. Скорость была обалденная. Радумы, спасибо. Были в порядке. Ну, бежали подходящие. Что еще вам сказать? Борис Петрович, а вот вы тут имеете огромный опыт игры на свежем воздухе, да? Можете что-то посоветовать там молодому поколению, которое играло только во дворцах? Конечно нет. Может быть, может что-то там лицо мазью смазать или чем-то другим, жиром там. Ну, если выделил, чтобы совсем замерло. Игра все скажет. Они все умеют сейчас. Что происходит? Ну, Борис Петрович, наверное... Конечкой, конечкой не надо, надо в мелкую желобу. Они же привыкли к желудке, да. Я не знаю, какие сейчас. Второй был, третий, раньше был. У нас на голову как. Борис Петрович, наверное, все-таки во дворцах, когда шлипли, да? Отскок шайбы и чувство, так сказать, плюшки, качество льда, отскок от борта. Наверное, есть такая специфика, да? Есть. Ну, это крючок отмотать не в один рядок, а в два, чтобы не провернуть, чтобы крючок... Ну, нет, я так, крючок. Они же отмотают. Ну, это, это же не выдохнуло на разминочку. Илюшка, выдели это нормально. Илюшка, выдели это нормально. Паспа, это... Паспа, мягче надо, потому что... Там же надо, чтобы ручки не замерзли. Их в голове было цветло, тогда все будет получаться. Ну, играют же в других... Ну, в Канаде, все у них получаются, и у наших получится. Краснояр, ты получал, и здорово. Вот, поэтому все будет нормально. Для игроков не волнуйтесь, они отдадутся, будут играть на победу. Хочу еще раз повториться, сделать объявление, что накануне, завтра, дай бог, у нас получится, решение будет принято сегодня вечером. Под вопросом, конечно, это игра на открытом воздухе любительских команд, команда Челябинской области, и... клубов высшей хоккейной лиги, команда, вечером примем решение, будет играть или нет, все зависит от качества льда. Я вот за людей, которые занимаются этим, не беспокоюсь, вообще спокоен, потому что вижу, как они день и ночь проводят на стадионе, работают. Единственное, что погода может подвести, опять какой-нибудь плюс, будет, не дай бог, ноль. Вот. И... хочу представить вам тоже форму, которую мы изготовили, подготовили для этой встречи. Девочки, я хочу представить команду клубов высшей хоккейной лиги, и... Ладно, давайте тогда тоже... Так же, да, да. Ну, он, да, не так, не черный. Здесь улыбки должны быть, никакой стороны.